Привет! На музон программа Backstage и я ее ведущая Элика. Мы рассказываем вам истории создания клипов. И сегодня мы поговорим... О, я знаю этот клип! Это же серия Гамдазаде! ПЕСНЯ Как неизвестно, талантливый певец и знаменитый продюсер Эрик Тастимбеков познакомились на одном из шоу. Давайте узнаем, что говорит продюсер о своем подопечном. У него большое будущее, большой потенциал. Я увидел, я просто полюбил этого парня. Воспитание, порядочность, все в нем есть. Харизма. И я решил с ним начать работать. Я думаю, что он очень рад этому. И я тоже очень рад. Уважаемый продюсер, что вы скажете о первой видеоработе Серика? Это был дебютный клип. Причем песня, она очень хитовая. И когда она звучала на радиостанциях, ну всем она очень нравилась, мне она тоже очень понравилась. Все было сделано прям вкусно, начиная от аранжировки, как он исполнил. И я думаю, да, это был дебютный клип. Молодой певец заявил о себе. То есть люди поняли, что это не просто какой-то мальчик, который не умеет петь. Он реально поющий, реально талантливый. А что скажет сам Серик Гамзазаде о песне «Ардарум»? Это песня Шохану Алихана. Когда мне первый раз отправил Эри Кага эту песню, скажу честно, она мне сперва не понравилась. Потом я ее переслушал 3-4 раза. Уже потом начал понимать, что это очень романтичная песня, очень красивая. И решили записать эту песню, у нас в студии записали. И также первый раз, когда я послушал ее в своем исполнении, мне также не понравилось. И поэтому я переслушивал, переслушивал, и тогда уже мне началось нравиться. Клип «Ардарум» – что-то новое на нашем телевидении. Сценарий необычный. Кто был автором сценария и кто решился выбрать эту песню для экранизации? Песню вообще выбираю всегда я для клипов. То есть я полагаюсь на свой вкус, на свой опыт, на свой профессионализм. И все песни из всех моих артистов, я выбираю песни, на которые будут сниматься клипы. А идеи предлагает режиссер уже, он предлагает несколько идей. И я на какой-то основанности, и мы начинаем работать, снимать клипы. То есть режиссером всех моих последних работ, моих ребят, является мой сын, который отучился в Лос-Анджелесе, в Нью-Йоркской академии фильмов. Он по специальности режиссер. Я ему вполне доверяю. Ардагил снимали в двух локациях. Сюжет происходит в квартире. А для вокальных сцен построили специальную декорацию. Для треков мы не просто взяли темный фон, либо на зеленке, либо на синем фоне отсняли. А построили ему декорацию. Я точно не могу сказать параметры, но декорация она. 8 рядов в длину, плафоны зарайонные, и 5 плафонов вверх в ряд. Мы поставили ее в студию, там треки писали. Акцент был на трек также, чтобы это был его дебютный клип, чтобы его запомнили. По большей крупных планах в основном было задумано. Конечно же, съемки первого клипа оставили незагладимый след в памяти серии КГМЗЗД. Так как первый клип был очень волнительно, я не привыкал к камере, всегда бегали глаза и снимали в очень красивой квартире. Как мы живем с девушкой, кстати, девушка снималась. Та девушка, которая участвовала на проекте «Казак Аруи», ее зовут Гулюмай, очень красивая девушка. Красивый клип с «Казак Аруи», уютная квартира, красивые декорации и талантливый певец. Уважаемый режиссер, были ли курьезные моменты во время съемок? Мы купили рыбок. Сначала должна была быть одна рыбка, потом как бы две. Ну, сначала две, потом одна. Две как бы символизирует точно их двое. Одна, когда они расстаются. И была проблема в том, что мы их купили, послали человека, чтобы он купил, и у нас было определенное время их привезти, чтобы они не задохнулись. Это золотые рыбки, которые живут там, край, в час. Ну, как это нам сказали в магазине. Ну, их привезли. И был такой веселый момент на площадке, когда мы их отсняли уже, все, рыбки нам не нужны были, все начали приказываться, давайте кинем на сковороду. Мне стало жалко, я их забрал себе домой. Они до сих пор у меня. Теперь у меня не две рыбки, а шесть уже. Обычно люди любуются только красотой, которую сделала команда профессионалов. Хотелось бы узнать, какой посыл несет этот клип? Что хотели донести людям? Я всегда за сюжеты, которые отдают и несут позитив, и любовь, и добро. И я всегда за то, чтобы человек смотрел и улыбался, и после этого клипа у него поднималось настроение. В этой песне рассказывается о паре, о молодой паре. Там даже такая статистика проводится, сколько он подарков за время подарил, сколько там секунд пробыли, сколько видеофильмов вместе посмотрели, и в конце они расстаются. То есть все это может испортить всего одно расставание. Идея такая, что надо беречь отношения, надо работать над ними, надо всегда уступать и понимать друг друга. Тогда отношения – это работа, и надо уметь сохранять их, легче всего разрушить. Зритель очень полюбил эту музыку и клип. Доказательство этому – десятки тысяч просмотров и сотни лайков в интернете. А вы сами довольны результатом? Я не могу сказать, что это абсолютный хит. Эта песня я нашла своих слушателей. Кому-то она не понравилась, кому-то до сих пор очень нравится и клип, и песня. Я всегда знаю, что первые клипы для любого артиста за отсутствием опыта они ведут себя немного скованно. Поэтому от Серика я не ждал, что даже в первом видеоклипе он вел себя довольно профессионально, как будто за плечами у него уже годы работы на сцене, съемок клипа. И мне он очень порадовал. Время, проведенное с любимым человеком, бесценно. И за такой посыл хочется снова и снова пересмативать этот клип. Давайте прямо сейчас насладимся этим романтичным моментом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok